В Уральске в областной инфекционной больнице состоялся день открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с гепатитом. В ходе мероприятия специалисты отрасли проконсультировали обратившихся граждан, акцентируя особое внимание на профилактике заболеваний. Сколько западно-казахстанцев зарегистрировано с диагнозом вирусный гепатит и об основных методах профилактики расскажет наш корреспондент. Всемирный день борьбы с гепатитом отмечается ешегодно 28 июля. Он учрежден в ОСП инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом. Датой для его учреждения стал день рождения американского врача Баруха Самуэля Блумберга, лауреата Нобелевской премии, который открыл вирус гепатита В, изучил его патологическое воздействие на печень, разработавший диагностический тест на вирус и вакцину против него. В 2011 году Всемирная организация здравоохранения внесла эту дату в свой календарь. Сегодня на базе областной инфекционной больницы проводится день открытых дверей, приуроченный к дню борьбы, Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. На сегодняшний день у нас есть больные с хроническими вирусными гепатитами, которым необходимо оказывать помощь, бесплатную помощь. Мы им оказываем эту помощь. Они стоят на диспансерном учете по месту жительства в поликлиниках. И сегодня они к нам приходят для коррекции лечения, для дальнейшего введения их и назначения им противовирусной терапии. Так как самым грозным осложнением всех хронических вирусных гепатитов является гепатоцеллюлярная карцинома и цирроз печени. Гепатит – это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами. Однако наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека – А, Б, С, Д и Е. Жители города Уральск отметили, что подобные мероприятия помогают пациенту получить квалифицированную помощь и не бояться данного диагноза. Очень хорошо, что такие мероприятия проходят в нашем городе. Я благодарна нашим врачам за поддержку и за то, что помогает людям понять о том, как держать данную болезнь под контролем. В основном гепатит чаще встречается у взрослых 40 лет и старше, которые не вакцинировались в свое время. Не только врачи-инфекционисты. Сегодня мы, например, два врача-инфекциониста принимаем, ну, максимально мы сколько можем принять, да, максимально 50 человек может быть. Но оно, цель, почему этот ежегодный день проводится, потому что для того, чтобы максимально были в этот процесс вовлечены всеми, не только медицинские работники, а социальные, значит, организации должны участвовать в выявлении гепатита С. Население должно быть информировано, и каждый пациент должен знать свой статус, и при выявлении быстрее, значит, чем ранее вылечиться, тем ранее, значит, избежать последствий от хронизации процесса. Основные правила профилактики гепатита – не следует употреблять некипяченную воду, всегда мыть фрукты и овощи, не пренебрегать термической обработкой продуктов, не заглатывать воду при купании в открытых водоемах, соблюдать элементарные правила личной гигиены. Стоит отметить, что в Запад-Казахстанской области на учете по хроническому вирусному гепатит состоит около 2000 людей, 556 из которых сострадают от гепатита С, 1600 – гепатитом В. Дана Киримбаева, Виктор Крутков, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.